Предложение Киева по сотрудничеству с Таможенным Союзом в формате 3 плюс 1 сохраняет свою актуальность. Это заявил украинский премьер Николай Азаров. Между тем депутаты призывают Украину вступить в единое экономическое пространство. Впрочем, официальный Киев, даже несмотря на провальный саммит Украина-ЕС, пока не спешит менять вектор внешней политики. Из Киева Сергей Гусаченко. ЕЭП или ЕС. Эти аббревиатуры в украинской политике сегодня звучат все чаще. Продолжаются споры о плюсах и минусах украинского вектора интеграции. Но соглашение о зоне свободной торговли до сих пор не подписано. Между тем, новое интеграционное объединение в составе Беларуси, России и Казахстана работает уже больше месяца, принося очевидные результаты. Петр Симоненко один из тех, кто предлагает парламенту обязать исполнительную власть сделать шаги по реальному вхождению Украины в ЕЭП. Весьма эмоционально он замечает, проект ориентация Запад себя не оправдал. И национальной экономике принес лишь ущерб и утраченные возможности. Украинская экономика утратила украинский рынок. Это очевидно уже. Поэтому экономика в упадке, сельское хозяйство уже не поднимется, если будет реализован процесс еще и продажи земли. Наука сегодня оторвана от производства. Она не нужна ни производству, ни политикам, которые сегодня возглавляют государством. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект соответствующего постановления. Его авторы уверены, что принятие парламентом их инициативы повысит конкурентноспособность украинской продукции и позволит нарастить ее экспорт. Депутат подчеркивает, таможенный союз для украинской экономики более комфортный вектор развития. Рынок трехстран куда более емкий только с России. Товароборот 42 миллиарда долларов. Это ведущий внешнеторговый партнер Украины. Со времен Союза налажены и производственные цепочки. Молкоемкая промышленность, авиа и машиностроение. Есть риск потерять целое отрасль производства. Это путь сотрудничества с Белоруссией, с Россией, с Казахстаном, с государствами СНГ. Те, которые сегодня стремятся к объединительным процессам. Это путь, прежде всего, разумного использования того технологического потенциала, который мы имеем. Это сохранение того рынка, который у нас устоялся. И за более чем 70 лет как раз советской власти он дал возможность прочувствовать, что рынок, который мы обеспечивали, он был планированный, он был прогнозированный. Он исключал катаклизмы и те кризисы, которые сегодня взволновали все мировое сообщество. На рынке Европы с огромным количеством ограничений и жестких требований пробиться будет непросто. Равно как и защитить свой рынок от европейских товаров. Например, сельскому хозяйству в случае соглашения с ЕС пророчат серьезный кризис. Даже противники Таможенного союза признают, что Украина после вступления в зону свободной торговли будет терять примерно 5% ВВП в год. На фоне рекордных долговых обязательств не самый лучший подтекст. Долг действительно превышает такие серьезные пределы, которые можно было бы совершенно легко обслуживать. Общий долг, который есть у государства Украины и частного сектора, и государственного сектора составляет порядка 80-85% ВВП. В Таможенном союзе, среди прочего, и пакет выгодных предложений по энергоносителям. Снижение цены на газ, нынешнюю почти в 500 долларов, уже называют критической, и отмена пошлин на нефть, которая позволит загрузить украинские НПЗ. Согласно последним социологическим опросам, за вступление Украины в ЕС высказались 50% опрошенных. Лишь 36% продолжают поддерживать европейский вектор развития. Между тем, колебания Украины между Европой и Таможенным союзом политологи то ли в шутку, то ли всерьез называют многовекторным шпагатом. Это как дорога в обе стороны, однако двигаться получится только в одном направлении. Сергей Гусаченко, Олег Соркин, Сергей Кулачков. Агентство теленовостей «Беларусь-1».